Друзья, всем привет! И сегодня я хочу сделать большой варганный обзор. Поехали! Я играю на варганах с 2012 года. Можно сказать, что пройден уже большой путь, и мне хочется поделиться с вами теми инструментами, которые у меня появились в жизни, немножко рассказать про них и про этот путь. Первый варган, к сожалению, уже не у меня в коллекции, но я все равно про него скажу. Как и у большинства начинающих варганистов, это был варган Поткина, мастера Поткина, такой относительно сувенирный, но при этом звучащий, из него уже можно было издавать хорошие звуки. Я его приобрела на первую стипендию тогда, осенью 2012 года. Очень радовалась. Играла на нем три года подряд, и только после того, как пересела на коня покруче, на другой варган, поняла, что со мной все в порядке, и что мои навыки на самом деле развиты, и никакого тупика нет. Просто надо было сменить инструмент. А варган этот сейчас находится у моего друга. Несколько лет назад я передала его ему, потому что поняла, что я на нем не играю, а человеку, возможно, он откроет этот путь. А звучать я начну со второго варгана, который появился в моей жизни. Варган Глазырина, модель-звезда. Очень люблю ее. Красивая, басовая, шикарная моделька. Помню этот момент, когда я пришла в магазин его выбирать, и первый же звук, когда я издала, это прям как будто из ушей вынали вату. Продолжение следует... Это замечательная моделька, которая позволяет играть и какие-то вот такие размеренные наигрыши, управляя звуком, мельчайшими его подробностями, и позволяет делать и быстрый бой тоже. И вот когда она появилась, тогда уже прям путь пошел в гору. И у меня начало получаться подражать тем ворганистам, которые мне тогда нравились, разным якутским приемам, как Алена Подлужная, или вот мне очень нравился ворганист Арон Селанди, венгр, из Венгрии, да. И я тогда смотрела его видео на ютубе, его выступления, и пробовала делать такие же приемы. Это было очень классно. У него там есть мелодия, которую он играл на якутском фестивале. Видимо, это какая-то народная. Я сейчас попытаюсь ее вспомнить и тоже наиграть. Субтитры сделал DimaTorzok Я помню еще несколько историй, связанных с этим ворганчиком. Тогда, еще начиная с Поткина, где-то с 2015 года, участвовала во всяких интернет-конкурсах, которые проводились в группе ВКонтакте. И помню, я тогда еще стеснялась, поэтому на конкурс работу не отправила, но на такой, как бы, видимо, ее сделала. На фестиваль отправила. То есть не участие в соревнованиях, а просто показать людям. И там у меня была мелодия имперского марша на Варгане. В тот момент никто так не делал. Я просто помню такое маленькое огорчение, когда я ее сыграла на этом фестивале. В интернет выложила. А потом, ну, все начали это повторять. Очень многие. Я начала замечать, что все такие, о, имперский марш, Варган, имперский марш. Ну, наверное, это нормальное явление. Значит, правда, зашла эта темка. Помню, я выложила ее со словами. Резкий, дерзкий, на Варгане марш имперский. Резкий, дерзкий, на Варгане марш имперский. И следующий Варган, который у меня появился. Мне просто захотелось модельку на контрасте. И, кстати, хочу еще сделать комментарий, почему у моделей именно мастера Глазырина. Потому что вокруг этих моделей ходят разные слухи, я не знаю, разная информация. Какие-то варганисты относятся к ним не очень хорошо, недооценивают, как мне кажется. Но имеют право. Расскажу свое мнение, почему Глазырин. На тот момент, учитывая, что первый Варган был Поткин, любая модель Глазырина, абсолютно любая, это просто небо и земля. По контролируемости, по тому, какой звук дается. По тому, что у меня, например, оказались все модели Глазырина, которые в коллекции, все настроены в ноту. Хотя я знаю, что это не частая история. Но они все в ноту. Мне, как музыканту, это очень важно. Следующее, говорят, что типа не прикольно, когда корпус вырезан на станке. Ну вот мы видим, что модельки всегда резные, такие красивые. Не знаю, мне кажется, в плане сочетания цена-качество, это просто идеальные инструменты. Особенно для людей начинающих, которые начинают думать, где им взять, какой им взять. Идеально выбирать Глазырины. А потом уже, когда вы наигрались и понимаете, какой оттенок звука вы хотите, какие модели, умеете за этим звуком наблюдать ушами, понимать, что происходит, тогда уже можно присматриваться к, грубо говоря, к более элитным моделям, к другим мастерам с более специфичным звуком и свойствами звуковой волны. На первом этапе Глазырина это, мне кажется, просто идеально. Так вот, и вторая моя моделька Глазырина, которая появилась в коллекции, это модель Сверчок. Я помню, когда я покупала звезду, вот тот второй варган, я все модели тогда испробовала, все, которые были в магазине. Сверчок меня не впечатлил. Я поняла позже, почему не впечатлил. Я просто не умела играть настолько, чтобы из маленьких варганов с тугим язычком и очень коротким сустейном, то есть длиной волны, делать красивые мелодии. А на самом деле, это вторая грань, очень классная. Есть басовые варганы, где ты чуть-чуть ударил, и все, у тебя звук полился, и ты все там растворился, тебе отлично, в кайф, нравится. Есть вот такие вот маленькие модельки, которые раскрываются уже потом, когда ты можешь звуковой волной лучше управлять. Они дают абсолютно другие впечатления, какую-то такую радость. Вибрации уходят именно в верхнюю часть головы, чаще всего не вниз опускаются, как с басовыми, а вибрируют где-то в этой области, и это тоже очень интересное ощущение. Субтитры создавал DimaTorzok Такая мега задорная моделька, очень нравится мне, люблю ее. Так и хочется под нее пуститься в пляс, какой-то такой русский пляс. Я не знаю, как это назвать, ощущение веселое, радость вызывает. Но я помню, что изначально я играла, естественно, на нем не так. Я его брала, потому что он был наиболее близок к индийским варганам, марчангам. Марчанг — это означает как бы варган только по-индийски, и у них стиль игры как раз вот одним пальцем они на себя бьют и как бы проговаривают конокол. Таки-то така, таки-то така и так далее. Ну, не голосом, а выстреливают эти слоги. Естественно, он не будет звучать полностью как марчанг. Но вот это вот некоторое подобие, оно наблюдается. То есть я говорила таки-то таки-то така, така-тика-том, така-тика-том, така-тика-том. И вот подобные штуки. И вот с этим варганом как раз связана история побед, можно сказать так. Первая победа, второе место на конкурсе Homo Star, который ежегодно проходил в Коломенском. 2015-й это был год. Вышла на сцену, играла на нем, было очень страшно, жутко. Я сейчас не вспомню, что я там наигрывала, но оказалось, что сделала я это хорошо. И следующий варган появился у меня как раз на этом конкурсе. Следующий варган это модель Пыжова. Просто замечательнейший мастер. Появился он у меня случайно-неслучайным образом на этом конкурсе. А Ксентий Бескровный заметил меня. Он там был в жюри или просто пришел, я не знаю, вся эта история. Я заняла второе место, мне подарили там грамоту и какую-то чашку. Ну, какие-то такие призы общие. Первому место дарили варган. Собственно, для этого я и участвовала. Мне просто хотелось выиграть варган. А второму место уже какие-то там дополнительные призы. Но после конкурса Аксентий подошел ко мне, пообщался со мной и сказал, что я хорошо играю, чтобы я продолжала. И достал из своей коллекции вот этот варган Пыжова ВСИ и подарил мне. Это на самом деле просто было невероятно. Пыжова купить-то тяжело довольно. Это очень качественные и дорогие модели. А тут тебе просто подходит и дарит такой варган. В общем, это что-то невероятное было. Но качественно играть на нем я научилась тоже не сразу сначала. Я не могла оценить все его возможности, потому что он более требовательен к бою, к его чистоте, к прямой руке и так далее. Но через время он раскрылся замечательным образом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но самые классные звуковые свойства, которые мне очень понравились в этом варгане, они раскрылись для меня позже, года через два, когда Аксентий устроил уже свой конкурс, связанный с варганом, с исполнением на варгане. И в этом конкурсе участвовал в том числе чешский варганист Пётр Ясенчук. И после того, как я услышала его конкурсную запись, я влюбилась в его манеру игры. Мне очень понравилось. Сначала не понимала, как он это делает, у меня просто не получалось. Потом разобралась. Оказалось, что там возникает интересная техника, когда мы битвы даём, не выплёвываем слог дыханием, не вместе с ударом, не чуть-чуть после, а как бы на очень... Ну, намного дальше от обычного удара идёт большая рассинхронизация удара, дыхания, и там уже мы добиваем не рукой бит, а дыханием. Это очень сложно вот так вот объяснить. Я попробую сейчас показать примерную его технику, которую я очень люблю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Такая битовая, выстреливающая техника, очень интересная. Следующий ворган, который появился у меня в коллекции, это модель Титан. Мастер Михаил Масько из Ульяновска. Такая вот массивная моделька. Если положить её на руку, на большем моей ладони, от начала до конца пальца. Её я брала, потому что хотела, чтобы у меня была пара ворганов в одну ноту, но в разных октавах. И она как раз сочетается вместе со сверчком. Сверчок — это соль высокий ворган, Титан — это соль басовый. Моделька, которая зажгла меня, тоже дала мне стимул развивать какой-то иной стиль игры, больше связанный с дыхательными техниками, потому что когда ворган басовый, но при этом здесь довольно жёсткий язычок, он не мягкий, а довольно тугой. Нужно очень хорошо работать дыханием, прям сильно выплёвывая звук. И с помощью него у меня хорошо как раз прокачались дыхательные техники. Это, наверное, стал мой один из самых ведущих стилей, которые я люблю. И история, связанная с этим ворганом, победоносная тоже. Это участие в конкурсе уже у Аксентия, вот в том, где я познакомилась с творчеством Петра Ясенчука. Я на этот конкурс отправляла композицию. Наизусть её сейчас тоже не вспомню, но она была сыграна на этом воргане примерно таким образом. Я на него ещё повесила тогда магнитики, чтобы сделать ещё чуть-чуть более басовым. Попробую вспомнить. Я на самом деле уже очень плохо помню, как я это играла. Примерно передала настроение. И вот эта композиция, подобная эта композиция, принесла мне победу в этом слепом конкурсе. Я как-то уже делала пост про эту ворганную историю. Невероятно просто, я не ожидала. Это была запись, сделанная на кухне, при звучащем на заднем фоне холодильнике. Но, видимо, энергетически и подыхательным каким-то техникам она оказалась такой, что понравилась большинству. И потом вот этот вот ворганчик, эта композиция принесла мне дальнейший путь ворганный, который, можно сказать, с этого момента и начался. Потому что Ксентий после победы позвал меня участвовать с ним в репетициях. Ну, просто как бы поиграть вместе, записать этот трек на хорошем оборудовании. Но не тут-то было. На самом деле у него был более изощрённый план. Он меня потом увёз на гастроли, на фестиваль Славиша в Великий Новгород, где мы выступали вместе. И до этого мы целый месяц, почти каждый день по шесть часов в день репетировали вместе. Это были не тренировки, это были репетиции. Но мне кажется, я за этот месяц прокачалась так, как за эти пять лет не прокачивалась никогда. Поэтому Ксенте великая благодарность за весь этот путь, за то, что он меня вывел на сцену. Но вот с этого концерта, когда мы отыграли вместе, я дальше начала сама планировать свои концерты, связанные с этими музыкальными инструментами. И всё, и сценический путь начал двигаться. И следующий варган, который у меня появился в коллекции, модель Глазырина. Альфа, Арфа, его называют по-разному. Покупался он изначально не для себя, в подарок мужу, в надежде, что мы будем играть вместе, я научу играть и мы будем вместе играть. Но затея не очень удалась. И он перешёл в коллекцию обратно мне. Мне понравилось в этом варгане, что у него такой баланс язычка, больше похожий на якутские хамусы. И если я играю на нём отдельно, как бы не в коллективе, а просто одна, то он меня больше мотивирует играть именно в таком природном якутском стиле, насколько у меня это получается. Альфа, Арфа, Арфа. Альфа, Арфа. И особенно, я помню, мне понравилось, что на нём получается приём лошадка. Я не раз на концертах для детишек радовала их именно лошадкой. И этот варган уже раскрыл свои возможности намного позже. Вот сейчас, 2019-2020 год, когда мы с ребятами Всеволодом и Олегом собрали группу Камалонга, где играем вместе на хендпанах, Олег на электронике. Я иногда подзвучиваю на варгане, и вот этот варган в ноту ре оказался созвучен Хангу Всеволода. И на концертах у нас уже есть несколько композиций, где он участвует. Так что, когда на концертах наших совместных вы слышите варган, это он. Глазырин Альфа. Следующий варган, который у меня появился, Мастер Масько. Второй варган Масько в моей коллекции. Такой маленький. Кажется, модель называется Лист. Я не помню. У нее вот такие красивые насечки, узорчики. Эта моделька тоже у меня появилась случайно. После того, как я с Аксентием поучаствовала в фестивале в Великом Новгороде, он мне в благодарность как раз подарил ее. И опять совершенно удачной случайностью оказалось, что она созвучна с вот этим варганом, со звездой. Они оба в ля диез, один басовый, другой высокий. Таким образом, у меня получилась вторая пара варганная собрана. Продолжение следует... И вот этот варганчик, на самом деле, по звуку еще ближе к тем индийским моделям, Марчангам, потому что у него очень жесткий язычок, очень высокий, он выше, чем сверчок. Тоже такой очень радостный и активный. Классный. Он меня прям все время заряжает и поднимает настроение. И остался последний варган, который появился у меня относительно недавно. Летом 2019 года я открыла для себя нового мастера. Это украинский мастер Юрий Вашкович. На самом деле, я следила за его творчеством, за его варганостроением давно, но как бы у меня и так достаточно было варганов и не было какого-то конкретного запроса, чтобы брать себе еще. И вот когда этот запрос назрел, я выбрала именно Юру. Чего мне хотелось от варгана. На всех этих варганах я чаще всего играю на концертах с учениками и так далее. И мне хотелось какой-то свой личный инструмент, мой артефакт. Больше даже не для музыки, а как бы для погружения в состояние, чтобы я вечером приходила домой, просто концентрировалась на звуке, проводила вибрацию через себя, пыталась ей управлять, анализировать, как она распространяется по телу. Ну то есть, грубо говоря, для практик, для каких-то вот таких успокаивающих вещей, медитаций, как угодно это можно называть. И тогда я выбрала очень басовую модель, это самая басовая модель в моей коллекции, модель варганчика Юрия Вашковича, называется Монстро. Очень красивый, просто, ну вот правда как артефакт, как будто у меня в руке лежит метеорит. Он тяжелый, увесистый, вот это вот колечко очень тяжелое. Но у него вот этот классный баланс, когда кладешь на ладонь, и вот здесь в верхней части весь вес варгана. Он большой, опять с моей ладонь. Безумно красивый, то есть смотреть на него это уже отдельная деятельность, рассматривать каждый, я не знаю как сказать, изгиб металла, вот как этот, как будто метеорит упал с неба, и из него выковали варган. Очень красиво. Язычок мега мягкий, но как бы не, знаете, есть такие язычки, которые прям уже настолько мягкие, что они как каша какая-то. Не, он в меру и мягкий, и упругий, я не знаю как это назвать. Очень подвижный, очень управляемый, мне пришлось к нему тоже привыкать, потому что немножко другой тип удара, немножечко другой этот тип колечка, такой капелькой, овальчиком, не кружочком. И все это накладывает свой отпечаток на технику игры. Субтитры сделал DimaTorzok Немножко отвлекусь от игры, что мне больше всего нравится в этом варгане. У него реально чистый, кристально чистый звук, в том плане, что никаких паразитных призвуков нет, только если они возникают, то это из-за моего удара, который я идеально еще не приспособила под эту модель. Второе, это то, что вибрация тут очень мягкая. Я когда делала обзорчик на этот варган, когда его распаковывала и делилась радостью с вами, я назвала его басовым мурлыкающим котом. Это так и есть. Несмотря на то, что он басовый и массивный, вибрация настолько мягкая, что это действительно как мурлыканье кота, кошки. Это нисколько... Ну то есть нет такого, что у тебя череп весь содрогается, и ты через какое-то время уже где-то там в угаре бегаешь, потому что у тебя, не знаю, галлюцинации начались из-за того, что тебя ушатало. Такого нет, она прям максимально бережная, мягкая, погружающая вибрация, ну вот, то есть, наверное, самый нежный варган из всех, которые у меня есть. И очень мне нравятся приемы на нем, это именно связанные с корнем языка. Я нигде еще не ловила вот такой вот болотистый звук. Сейчас я попытаюсь его передать. Я шевелю именно корнем языка, самым началом языка, не тем, чем мы привыкли, а самым началом, вот там вот, где он только прикрепляется. И вот на этом варгане мне очень нравится вот именно использование техник языка. Минимальные просто зазоры. Мне кажется, идеально Юра делает свою работу. Молодой, очень перспективный мастер. Всем рекомендую. Всем, кто уже знает, какой звук он хочет. Потому что Юра делает разные модели. И высокие варганчики по типу Moon Harp норвежских. И вот такие очень басовые, среднечастотные. В общем, на любого человека найдется. Но нужно понимать, что это штучные такие модельки. Очень ручная работа. И, естественно, они не могут стоить дешево. Но если вы идете этим путем давно, и вам чего-то хочется особенного, то я прям рекомендую понаблюдать за его творчеством. А я еще чуть-чуть поиграю. 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 Для меня это та моделька, на которой мне, собственно, не хочется как-то выпендриваться или показывать все, на что я способна. Там какие-то супер наигрыши сочинять. Мне просто настолько нравится сам его звук. Просто удар и погружение в эту волну. Что я могу вот просто сидеть и именно так играть на нем. Потому что я получаю от этого истинное удовольствие. Хотя, естественно, на этом варгане можно играть очень качевые вещи, очень музыкальные. Постараюсь для вас это попробовать сделать. Истинный удовольствие. Истинный удовольствие. Продолжение следует... Но для меня лично его ценность именно вот в этом самом изначальном звуке, который рождается от соприкосновения руки с язычком и той бесконечностью, в которую ты ныряешь, погружаясь в этот звук осознанно и прямо вот ныряя в это созвучие. Я пытаюсь минимально что-то изменить, двигая языком, дыханием. Для меня это инструмент номер один для самоисследования. Была рада поделиться с вами звучанием каждого варгана и историями про них. Пишите свои комментарии, расскажите про то, какие у вас варганы в коллекции, какие интересные истории и ситуации связаны с ними у вас. Буду рада читать это, комментировать.